Большинство русских надеется, что если они проживут всю жизнь в честности, то когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию. Этот выпуск будет душевным, вкусным и зажигательным, поэтому не переключаемся, прямо сейчас заряжаем лайкосик и смотрим нас до конца. Погнали! Грузия – страна, в которой хотел бы побывать каждый. Вот в чем ее секрет? Может быть, в людях, которые знают секреты гостеприимства? Или в удивительной архитектуре? В этом выпуске мы будем питаться, как истинные грузины. Обязательно попробуем национальные блюда и знаменитые на весь мир сладости. Испытаем на прочность свою печень и попытаемся ее не посадить. Ну и, как всегда, напросимся в гости, познакомимся с местными виноделами и заберемся на нашем маленьком доме на колесах в грузинские джунгли. Ха-ха-ха, это же реально они, да? Сломаемся по пути, отправимся в секретные места грузин, увидим чудо природы и искупаемся в опасном водопаде. Еще больше кочевой жизни и природы, еще больше новых знакомств и местного колорита. Такого вы точно никогда не видели. Вот это действительно Грузия. Сейчас почувствую. Ну что ж, Гамарджоба, Грузия. Все, друзья, мы едем в Грузию. 240 километров. Написано 3 часа 31 минута ехать. В принципе, мы сегодня нормально, без проблем, уедем. Так что, отличненько. Подпоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, друзья, вот, блин, новый этот кондиционер. Взял, не зажевал волосы. Это же ужас какой-то. Плохо? Плохо очень. Это очень плохо. Подул, короче, сильный ветер. Маленькими волосами вот в эту месорубку залетели. И меня вот так вот туда. Денис, когда она же останавливается, она аварийку выключает. Ха-ха-ха. Вот, что, отличное приключение нас преследует. В общем, 115 километров до Грузии решили полный бак заправить. Потому что в Грузии, как соляра, подороже. Здесь очень дешевая. Маленькие волосы. Маленькие волосы. Ну, Дениска купила Ленке мороженое, она счастливая. И себе тоже, все честно. Не, поселок классный. Красиво, вон, видите, зеленуха. То есть туда поехать. То есть если мы поехали туда, в Бурк, в сам центр города, да, а дорога постепенно уходила туда, ввысь, ввысь, в горы. То есть там, наверное, красная была. Да. О, собаки Алена их покормила. Решивые, вонючие такие. Одна крашит другую. Так что, ну, крепежку давай. Давай, мы поехали. В общем, друзья, еду, еду. Смотрю, все чеки загорелись. Понять не могу, что за херня. Сейчас к двигателю с той стороны я подобрался. Вроде бы вот здесь вот какая-то ерунда непонятная. Гипельник. Вообще-то круто бы отлетело, то ли что. И задевает генератор. Вон так вот. И, возможно, мне он с него фишку сорвал. С генератора. Даже хуже. Мне, по-моему, два ремня генератора порвалось. Жесть. В общем, друзья, вот эта вот херня у меня там откуда-то оторвалась. И она как раз попала на ремни генератора. И не оба лопнули. Хорошо, что у меня вроде как бы менее заряжен аккумулятор, да? И придется ехать до сервиса ближайшего. Ну, чтобы они это, в принципе, не знаю, может где грузят. Это сверху, как теплоизоляция идет, получается. Она могла отвалиться, то ли что, не знаю. И сохлость. И все. Короче, двух ремней у меня нет. Хотя в Казахстане ставили новые. Сейчас видно. И еще с этими что-то нужно сделать, потому что они там на шкифу застряли. Надо очищать. Так, ну ладно, друзья, смотрите, в чем, да? Прикор. Да, ложусь. А, вентилятор не бросается, да? Все не так. Ладно, подглядываю на температуру. Потихоньку еду. Значит, это лезь не так, да? Да, вот такие вот приключения. Я сижу здесь, в салоне, и переживаю за бенисочек своего. Просто вон перейдем. Друзья, сегодня мы вам хотим порекомендовать очень нужную и важную вещь в автопутешествиях. Это видеорегистратор, так еще и с радар-детектором, который поможет вам на дороге ловить радары и избежать лишних штрафов. В комплектации видеорегистратора есть все необходимое для работы и монтажа устройства. Усовершенствованный рупор совместно с лазерным модулем позволяет устройству определять радары на больших расстояниях. Данное устройство можно зафиксировать в стекло двумя способами. На присоске, как выбрал я, а также вот такой вот двухсторонний скотч. Оба способа будут надежно фиксировать видеорегистратор в стеклу. Угол обзора 170 градусов. Понимать, теперь у нас все попадет в видео, и не нужно будет о чем-то беспокоиться. Обновленный модуль GPS GLONASS помогает с точностью определить вашу скорость. В видеорегистраторе используется матрица Sony, которая обеспечивает идеальное качество видео в любых условиях освещения. И запись Full HD 60 кадров в секунду, что позволяет сделать четкий стоп-кадр. Также этот видеорегистратор имеет CPL-фильтр, который убирает блики от солнца. Это вот знаете, как бывает, когда едешь от лобового стекла, вот так вот все отражает, и даже бывает вот здесь это все видно. Нет, все, здесь теперь не будет таких проблем. Четкая картинка, даже сейчас вы можете это увидеть. Обновить устройство можно через смартфон. Производитель дает гарантию сроком в три года, и вам больше не понадобятся ни чеки, ни гарантийный талон. Используйте промокод DICO и получайте вашу скидку в 2500 рублей. Переходите по ссылке в описании, заказывайте это замечательное устройство, и делайте ваше путешествие более надежными, комфортными и безопасными. Ну ладно, мы с Аленкой, короче, не унываем. Здесь какая-то кафешка, до нее доехали, ели-еле. Видите, что-то жгут, парят, может там кутап у них есть. Пойдем летаем, в принципе. Мы же любим приключения, как и, да, и не унываем, в принципе, из-за какой-то херни. Сейчас посмотрим, может, что-то поедим. 8 километров до сервиса, до города. Надеюсь, там будут запчасти нужны. Надеюсь, ничего такого сильного нет. Опасного, да, потому что запчасти не хочет граждать. Здравствуйте. Мы из России. Русские, может быть. Нам очень повезло, что мы сломались рядом с кафе, где оказались очень отзывчивые люди, которые переживали даже больше, чем мы сами. Ну, друзья, видите, я добрый человек. Пошел с Денисом посмотреть, в чем же у нас там проблема. Говорит, что если что, вот у него есть машина, чтобы съездить до ближайшего поселка, поискать эти ремни, ну и уже здесь на месте какой-то ремонт сделать. Блин, чуть-чуть остается до границы с Грузией. Вот такая вот ситуация. Азербайджан просто не хочет нас выпускать, отпускать. Ну, значит, так и должно быть. Мы всегда на позитиве и всегда только с оптимистической точки зрения смотрим на все. Посмотрите, да, вот улитки, вот они. Представляете, вот. Опа. А там внутри спряталась. Пускай обратно... Ой, попала. Везде. В первый раз так вижу. Везде они там и живут. А, да, поедем мы в город. Искать ремни, не ремни. Надеюсь, все получится. Видите, друзья, какую нам тоже карточку надо, чтобы везде доступ был по всему. Вопросов, чтобы не было ни у кого. А вас как зовут? Меня зовут Фарид. Фарид? А, вот, Фарид. Кстати, вырос в России тоже. Да? Да. В России вырос. Все-таки случайности и не случайности. Мы на пути в ближайший город Гах, где оказалось не так уж и просто найти ремни генератора на наш автомобиль. Андрей? Овцы. В России. Устал. Академ. Всего-сего. Академ. Устал. Академ. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Есть ремни, а у меня есть ремни. Здесь есть ремни, есть ремни. Есть ремни. Есть ремни, есть ремни, нет ремни. А все, друзья, купили мы ремни. Вроде бы должны подойти, но у моих 13 мм ширина должна быть, а здесь 9 всего лишь. Ну, попробуем ставить. По крайней мере, хотя бы даже как полузапасной вариант. Потому что что делать? Моих ремни оригинальных здесь тяжело найти. Ну, наверное, даже нереально. Потому что здесь нет моего Хайса. И вообще их здесь нет практически. Так что у нас вот такие вот экстремальные путешествия. Нормально. Будем сами. Никаких экстремальных путешествий нет. Просто нужно встретить такого человека, чтобы человека. Вот, это правильно. Фарид, в общем, решил, ну, вместе с нами подняться до этой церкви, к которой мы мимо подъезжали. Несмотря на то, что я в этой, так скажем, в этом государстве проживаю, но ни разу не бывал здесь, так скажем, не путешествовал по этой церкви. Все-таки верно говорится, что дорога измеряется не километрами, а количеством друзей. И вот с новым другом на закате дня мы отправились в маленькое на путешествие. Все, смотрите, вот на церковь. Двери открыты. Я бы даже сказал, что открыты их вообще, в принципе, нету. То есть, кирпичная кладка такая красная. Ну, чувствуется, что она оригинальная. То есть, это не обновляли здесь ничего, да? Но постройка не супердревняя. Вот грузинская церковь. Это храм Кюрмюк называется. Находится в городе Гахи. И она построена в 19 веке. Солидный возраст 19 век. Кстати, возможно, ее, конечно, ремонтировали отчасти, потому что, ну, не верю, чтобы два века это дерево здесь могло так простоять. Это все получается для огня. То есть, здесь или свечи, или еще что-то стоит. Это все горит и освещается. Церковь Святого Георгия была построена в 15 веке. К сожалению, Курмухская церковь много раз подвергалась разрушению, но также много раз восстанавливалась. Сегодня храм не действующий, но энергия в этом месте невероятная. Друзья, я вышел оттуда. Здесь видно такие ступеньки небольшие, каменистые. Можно куда-то еще выше подняться. И там можно будет, наверное, закат увидеть во всей красе. Опа, такие вот деревянные штуки. Поднимаемся. Великолепно. А, только. Да, здесь лесенки. Здесь есть высший подход. Подъем. Все перебрал. Опа, понимаете, да? Это же старые лесенки. Это не современные. О, тут видно этот купол. Вообще, в принципе, всю эту церковь. Кайф! Понимаете, все же отсюда видно. Все, друзья, солнце проводили. Нет. Посмотрели на церковь. В общем, это, кстати, не грузинская церковь, а албанская какая-то. То есть, на территории Азербайджана более 50 народностей разных. И вот эта церковь именно албанская. Великолепно. 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 Управо. ему чтобы генератор поднять чтобы не натянулись это как за рычаг это чип натянули вот так тойота хайс ремонтируется в кустарных да вот таких вот обстоятельствах что есть под рукой темы ремонтируемся ремни генератора и поднял это местный махалял заходим в ресторан так да все они нормально встали то за вашу машину затем заводишь мы садянки горечь новая пословица руки мастеры боятся проверяем подальше держаться надо конечно хорошо пойдем сейчас угощать будем тебя с шашлыком хорошим баранью с добрым утром раснулись машина у нас отремонтирована все как нужно сейчас скоро отправимся в путь кстати вчера еще вечером вот сделали маркизу да вот это вот у нас ветром сдуло скрепление там такие эти слабенькие нормально на болт посадили вот этот человек хороший вот она этот человек запомните его воду набирается ручья питьевую вид еще и вода у нее питьевая есть решили сосканистры набрать все ну вот так вот кориду мы оставили чатик грузинской там еще и сувениры да и отправимся долг грузии граница видно вон там она там уже ничего записывать нельзя так что уже в принципе встретимся в грузии и я объясню что с нас потребовали сколько заплатили в принципе все как обычно что по коне будем проходить тамошку сейчас мы уже подъезжаем вот на границе грузии смотрите получили да и еще называют черчи они даже это переименоваться по-другому хотели называться чтобы не путали со штатом в америке вот и флаг красивый на будем сидеть пока ждем грызть груши яблоки я там еще всякие орешки взял такие нечешные и вкусные конечно нормально ну все ждем вайты к а ну все друзья грызи что хочу сказать вообще супер-пупер проверка была да то есть мы вообще нормально денег нас никаких не взяли ничего не платили не заполняли а дали паспорта 10 минут чуть маленько проверили но документы наши даги все езжайте друзья вот завернули сюда вот здесь получается делать страховки обменник то есть и вот большие фуры здесь чеченьки останавливаться могут обедать и ночевать вот видно что очень многое здесь вот это вот машины до которые это скорее всего идут в азербайджан как транзитом получает помните я говорил что попасть в азербайджан нужно именно вот автовозом их туда завозить а с ним самолетом лететь вот такая штука 50 лары действует страховка на месяц то есть на мою машину рификовую то есть такой знаете как бы полутранзит то есть все тут страховка оформяется важно будешь неделю-две то есть на месяц на форме пошла штраф горят стола если астана не будет я зашел здесь вот рядом сим-карту узнать сколько стоит в общем также 50 лари на 5 дней безлимит интернета ну короче фигня как за две тысячи рублей владеет на 5 дней безлимита игру что дайте мне какую-то самую дешевую ведь нет не могу куда дешевую дать нету или еще что-то официально поем в ближайший город найдем там где оформляют сим-карты генки в мтс-салонах вот нас добрый человек угостил энергетикам уже местным грузинским причем человек сам с азербайджана да все дали мне такую вот бумажку и мою страховку на 30 дней легковой автомобиль все те кто же гаишников не боятся но если вдруг здесь будем больше 15 дней то 30 будет папа поехали оформлять сим-карту ой прикольно конечно хорошо так новая страна всегда радует нас что прошли ее без проблем знаки у них такие новые так надо главное ближний свет включить и пристегнуться а то везде свои правила заметьте легковых машин нет вообще потому что сюда с азербайджана никто не заезжает только очереди вообще практически не они стояли так нам очень даже повезло вот так в общем друзья заехали в город ла го дехи он рядом находится ну прям граница с азербайджаном все тут нашли сразу же офис практически да где нужно оформлять сим-карты пойдем туда намного наверно будет лучше чем барыг да все в общем друзья оформили мы соленой сим-карты обошлись они нам на двоих в 38 лари да это где-то 1400 рублей это на неделю на два телефона без лимит вот друзья так посмотрите куда мы едем какую красоту здесь такие красивые деревья хорошая дорога и направляемся мы в горы там где облака да вот так вот подбирают вершинки лесов лесов вроде буквально незаметен незаметен ну что девушки вас подвезти на моем белоснежном коне 3 литра 130 лошадиных сил турбо дизель скажи где мы в общем там где национальный пар да какой-то мы там не стали останавливаться и вернулись заехали в какой-то другой лес конкретно здесь знаете джунгли какие-то вообще не понимаете такие длинные деревья все в лесу классно тень большая великолепно а звуки то тут какие волшебные такое ощущение что попал в гости к эльфам на наш взгляд грузия занимает лигирующую позицию для путешествий в автодоме девственная природа будто кричит кочевнику живи и радуйся жизни в гармонии с природой и а 5 минут и она нормально будет а где ложка ха-ха-ха на она соленышка отдохнули монечка здесь позабавились я пойду в горы что не позабавится ушка ушка гена . комаров много взяли дихлофаза так чешно комаров специально попшикились просто кусают сволочи это очень много хотя паудина да хочу наверху подняться посмотреть что здесь похудо бы пойти покуда бы пойти посуда пойдем все короче мне в планах найти грибы вкусные муравей это на меня заполз мы саленка овощи обордели ходим в тапочках в трусах везде не знаю там наверх надо подняться не наверх ходим как какие-то последние не за абориген сильная туда я так не буду конечно залазить но чутка чуть-чуть можно даже нужно духота здесь конкретно да вот сто процентов лажности там шумит вода не хотелось бы тоже туда пройти посмотреть может какие-нибудь кейховые места есть а может даже и на машине получилось туда подняться уже спустился я вниз здесь смотрите это реальные жильяны да вот смотрите наверх уходит здесь такие свисат прикольно тоже реально они да хоть так вот повиснуть сейчас кач на на руке так сильно не удержусь вот ли она ну-ка реально они позовут будем с ней качаться на ли она да вот бежит вода изумительно потому что сюда можно будет прийти до их полоски вот даже нет нет даже и помыться можно что-то 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Друзья, мы здесь потусили Сейчас отправимся дальше С Аленой играли в игру слива Ну, как видите, я проиграл Слива у меня реальная Вот такая Аленка непослушная Как засадила, засадила мне эту сливу Солнце ушло Здесь, знаете, так стало более прохладно Ну, в принципе, нормально Я вот одел уже термобелью, чтоб комфортней было Ты паучка уберешь, ладно? Зачем? Пускай катает Алена здесь паука нашла опять друга своего Говорит, уберешь, не уберешь А он, видно, даже вообще ни капли не ядовитый Да ядовитый он Ну, пускай мух это у тебя как дополнительная защита Будешь окно откроешь, а он тебе мух будет всех ловить Нет? Ну все, ладно, отправляемся в путь Ну да, короче, ехали-ехали Смотрим на постановку Ну да, короче, ехали-ехали Смотрим, написано Вино Сапирави Или, по-моему, вот так вот Просто на каком-то заборе Пойду посмотрю, что это такое Опа! Здесь я возле рынка припарковался Потому что там места не было Тут, кстати, масло домашнее продают Какая тема тоже интересная Подсолнечное масло домашнее Вот так вот Вот, вот, вот там где-то был этот забор Вино Сапирави Пойдем узнаем, сколько стоит Видимо, куда он будет зайти Здравствуйте! Такой двор небольшой Видимо, они сами выращивают Вот, смотрите, здесь растет виноград Да, уже такой свеженький И здесь живет какая-то семья Ну, я как понимаешь, ворота открыты Значит, можно было зайти Но дальше не буду Здравствуйте! А вино продаете? Да А сколько литр стоит? Литр 6 лари 6 лари, получается Ага, я бы литр взял А вы здесь сами его делаете? Да Да Это вот с этого? Да, с этого, да А это свежее или прошлогоднее еще? Прошлогоднее, свежее пока нету Свежее еще растет, да? Да Спасибо огромное Да, возьму тогда литр А ну, только Какое она? Красное, белое? Красное, красное Красное еще сладенькое, да? Сапирави, да Сапирави Так, 6 лари Видите, свежего еще нету Все, оно идет в прошлогоднем Ну, в принципе, разницы нет Единственное, что мы процесс не сможем увидеть Вот так вот он здесь растет Друзья, это же киви растут, представляете? Я думал, они где-то в Африке только растут Офигенно Это чудо Прогуляюсь пока, думаю, не запретят мне Первый раз вижу, чтоб они вот на дереве росли Понимаете? Свеженькие такие, мягенькие Ммм, изумительно Интересно, их уже есть можно или нет? Да, изумительный сад у них здесь Видно здесь у них киви, виноград везде растет Там яблоки, по-моему Классный сад у них И что-то мною неизведанное Он там растет непонятно Классный сад, конечно Вот у такой семьи можно купить вино И будешь знать, что оно настоящее Хорошее Быть грузинской семьи устроен скромно Люди в основном целый день трудятся по хозяйству Круглый год виноделов кормят огород В котором что только не растет Но королем грузинской фермы Является, конечно же, виноград Мы с Иркутской, с Байкала Жена там в машине осталась Хороший сад у вас Сад у вас красивый Очень киви растут, виноград Прям муха, молодцы Все растет, все О, это вот такие вот бочки, в которых вы его держите, да? А когда вы начинаете вино делать уже, Гнать? Через полмесяца Через месяц Когда уже Запах детства Брага Вот это вот Дома, когда в больших тазиках ее делали Подходишь, открываешь, такой запах насыщенный Это вино Чистое вино Чистое Для дома Для себя держу Но продаю лишнее Ну да И да А сколько оно градусов примерно? 13-14 13-14 Это крепко Достаточно Вау, да не на пробу Хоть я и за рулем, но я не имею права отказать Ничего не будет Никто не оставалось Никто не оставалось Такое, знаете Такая терпкая Сладненькая И свет Ну чувствуется, что Натуральный продукт Натуральный, натуральный Я ничего не делаю Не чувствуется Не чувствуется Ни капли Алкоголя Который Бутылка Бывает Там была Голд Баз Нет Извините Класс Благодарю Сейчас почувствуешь Почувствую Как будто нет градусов Все равно Алене только не буду говорить Что я вину здесь пробовал Пускай потом Видео будет это смотреть И они это станет Сюрпризом Ох, ну все Взял Отлично Всяк ясно беру здесь Первую минуту Здесь Знаете, очень так вот Колоритно, интересно Такие вот Рынки везде Овощи продают Все очень так вот С виду свежие Да, вот кукурузы Помидоры Перцы Все здесь есть С Аленой будем Объедаться Здесь, конечно, овощами По максимуму Ну-ка Сейчас Окажется, что Алену здесь Наугощали, да, всем 200 рублей Литр Домашнего вина Дешево Сами делают Ай, с пертяжкой пахнет Не, с пертяжкой не пахнет Нормально Ну запах может есть небольшой А вот так вот нету вообще Ну да Отдушки нету никакой Вино Вино Да, все, пьем Хоп Сейчас мы поедем До водопада Здесь До ближайших получается Называется Гургенянки Ватерфелл До него надо будет идти пешком Часа 3-4 Мы сначала Хотели с палатки Да, я тебя подумаю А зачем? Можно же и пешком сходить Там недалеко 8 километров Вон туда-обратно Так что отправимся В ту сторону, да До начала тропы получается Все, тысяч 11 километров В 17 минут Ну все Стартуем по тихому О, заговорила девочка Хорошая Со мной Пальма Такое ощущение, что ты не где-то в Грузии ездишь, а по каким-то праздническим джунглям, потому что здесь очень много пальма, и вот мне кажется как на банановые деревья вонтур А вот справа, да, вот эти вот деревья Да Ну курица, они везде курица И всегда едят Сейчас я за жопку ухожу Нет, не сдает Нет, не сдает Опа-па-па Так я так не задаю, а она под колеса прыгнула Не, не до меня А то пришлось бы курять и покупать Шашлыки жарить бы сегодня Она вон туда влево ухажала Вот Аленка вот как это, под руку говорит Ехали, не трогали Я ее хотел записать Ну, друзья, мы практически уже доехали до начала тропы И вот сейчас проезжаем мимо какой-то крутой отель Эко там что-то написано, еще какие-то надписи у него, ну, неважно Но он, видно, такой крутовастый здесь, наверное, ночь будет, ну, хороших денег строить Как хорошо, что у нас автодом Еще бы найти бы где его припарковать Знаете, я вообще в натуре торчу от этой природы Она такая кайфовая Здесь везде виноградки Так груши растут, киви растут Все есть, блин Такая, короче, халява, так сказать Вот, смотрите, ежевика даже, да Ну, просто с дороги выходи, даешь Ну, кто ее здесь даже не кушает? Малина ли была? Не, не малина Вообще черная, потому что было видно Пасеки, все Вот видите, там, семью Хорошие люди Подъехали к ним, спросили, можно ли здесь остановиться Где-то, да, вот в этом огороде, получается Могай, как огород, просто поле практически Ну, это вроде каких территорий Они говорят, без проблем, заезжайте, ночуйте Можно заночевать в хорошем месте Может, туда чуть повыше поднимемся Может, и здесь на поляне останемся Чуть повыше, да То есть посмотрим Чуть повыше, да, поехали Вроде бы здесь есть тропинка Небольшая дорога Как-то все-таки машину туда привезла Фургончик Все, мы более-менее так припарковали Сильно не стали ничего чудить Вот, изумительное место Красотень Мы останавливались одно время Вон там вот, в деревьях Сейчас мы переехали, да, вот здесь Алена сейчас навела порядок Убрала бумажки разные Кто-то, видимо, напахостил И дождь то, что начался И все разбежались, не стали ничего убирать А так великолепие просто Алена, а ты что не поешь? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Ты что пустая? Ну, в общем, все Мы такие фраеракерочки собрались в поход Сейчас дня Нормально Сами себя не узнаем Он там брянкает кружка у меня Чтобы из родников холодных пить грузинских А кони спасается от жары Посмотрите на этого жеребенка Который лежит И не шевелится практически Вон он А это его родители Вот парой встали друг другу Защищают от солнца Ну и от мух Вон, друзья, видите, здесь Людей так более-менее много Машин до хрена Надеюсь, что не все идут до водопада Потому что так эти все-таки два с половиной часа Потом обратно Какие-то шмотки нужны О, и смотрите, да, как красиво Сейчас лучок, вон ребята говорят Ну вот, друзья, маркирована тропа Да, вот такая вот Бело-красная То есть все понятно Можно идти даже без трека Записали у нас данные Так на всякий случай получается Ну, типа такая Регистрация бесплатная То есть можно просто идти и все Снизу видно можно отдыхать Вот эти вот столики Возле реки А здесь вот более пешая Вот опять маркировка, да? Эх, хорошо Не забудемся, солян В общем, друзья, загрузил трек свериться Оказывается, мы вообще по другой дороге идем То есть трек идет вдоль реки Да? А мы идем через гору Вот почему разница такая сильная была в километрах, да? У меня здесь показывало там пять километров идти А здесь восемь Потому что они сделали, видимо, более-менее хорошую дорогу через гору Вот эту вот Странно, почему мэпсми не обновил эту карту И не показал обновленный вот этот маршрут Ладно, как бы нам разница Восемь километров в одну сторону Там десять, пять Вообще пофигу, разницы нет Надо, чтобы Аленка улыбалась у нас, да? Шли, шли, смотрим гриб Один уже был ссором, другой вот такой вот Кто знает, что это такое? Пахнет, ну-ка Да никак он не пахнет Ну червивый маленько, букашки бегают Вроде, значит, настоящий должен быть Если кто знает, что за гриб, говорите Сейчас просто дожди здесь были Грибов, вау, вот так вот должно быть Друзья, посмотрите, какое чудо Вот так вот плавненько, да, вот стекает вот эта река Небольшим каскадом водопада, да? И вид изумительный открывается Вот это вот просто глаз выры, да? От такой красоты Она чистая, вот эта хорошая Хорошая водичка какая-то Спасибо Это вкусно Тут надо будет вылить, это набрать А это вкусно Ооо, какая громадина Это прям изумительно Красиво, как красиво Посмотрите, верхняя чаша, нижняя, да? Блин, изумительно Самый, наверное, красивый водопад, который мы с Оленкой видели за последние года Водичка такая, знаете, к меру прохладная, но теплая Ух! 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 Ааааао Отлично Ну тут крышка Ааааа Отлично Ну тут крышка Не сильно, но есть такое. Мы, как все нормальные люди, в принципе, приходим в поход, чтобы пожрать. Понимаете, притащили с собой вот помидоры, огурцы, колбаса, хачапури у нас вчерашние остались. Сейчас еще бутерброды пойдут. Вот, вот, вот зачем мы ходим в нормальный поход, да, Глата? Чтобы уйти подальше, чтобы съесть побольше. Вот самое главное. Сейчас вино я туда убрал. Оно там охлаждается, водички. И будем пробовать дегустировать, отдыхать. Часа два у нас, я думаю, есть. Чилим что? Чилим! С таким прекрасным видом. Несомненно, в автопутешествиях должны быть походы. Ведь к самым райским местам не ведут магистрали. Поэтому, при любой возможности, мы оставляем нашу ласточку, чтобы насладиться такими вот местами. Такими вот моментами. Моментами, в которых ты отдыхаешь не только от дороги, но и от своих мыслей. Ну, все, друзья. Мы нашарадорили здесь. Поели как следует. Отдохнули. Я как немного стукнулся. Здорово. Ален, вспоминаете вы, да, наверное? Теперь мы пойдем дальше. Куда дальше? Обратно в машину. Для вас это будет как телепорда. Для вас это очень долгие 8 километров. Так что все. Сейчас вот здесь вот на поляне мы с Аленой сделаем свой лагерь небольшой. Алена сделает салаты, арбуз принесем. Что у нас еще то есть? Вино. Много чего у нас есть. Короче, будем отдыхать наконец-то. Вот не в лесу, да, где повышенная влажность. А вот так вот, когда есть и солнце в принципе. И ты в тенечке находишься. Это прям вдвойне хорошо. Взяли себе вот этот арбуз, помидоры. Здесь у нас свинцо есть. Ну, там понятно у нас там какие-то еще вот. Что это? Яблоки. Здесь шмотки какие-то у нас. Это подарки наши зрители. Что за шмотки? Кстати, подарки зрителям. Зашли на почту местную грузинскую. отправить да, вот. Ск judgement. Сколько в России будут отправить? А, говорит, один килограмм в Россию 50 долларов. Мы такие, ууууу. А мы понимать если трим же проводим прямой эфир разыгрываем всякие интересные там призы все, и потом отправляем победителям в основном с Россией. И такие 50 долларов! У нас посылка минимум на 5-6 килограмм. Да, у нас там много веса получается, все, там можно даже вина бы домашнее отправили бы, да, и потом такие, думаю, нет, это жесть, конечно. В общем, Алена не скучала, время зря не теряла. Повесил лобчики, снова пускай здесь заряжаются, в Грузии энергии, и потом полетят нашим зрителям. Вот такие вот у нее новенькие, красивые, на вязочках, с перьями, ну, прям как чисто индейские, да, вот. Вот такая вот красотень у нас, да. Хорошо, вот так по свиданиям дороги присеетесь и поесть арбуз. А я покосливу. Великолепие. Арбуз сладкий, солнышный. Серьезно, очень вкусно. Да? Прохладный такой. Не зря 300 рублей за него отдали. Арбуз сладкий, солнышный. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, валим отсюда Координаты я этой точки оставлять не буду Потому что очень классное место Так что если кто захочет здесь остановиться Пишите в личку, короче, только так Потому что... Потому что здесь даже местные говорят, что это маленький край Такой, тут и ручеок, природа, и никого нет, хорошо Вот как-то так повезло, и мы его нашли Даже не все местные, которые знают это место Так что чем меньше знают, тем лучше Удивительная история с нами произошла в пути Неожиданно нас попросил остановиться местный житель Сначала мы не поняли, что происходит А потом до нас дошло, что с нами происходит грузинское гостеприимство Вот такой он грузинский народ Друзья, вы понимаете? Мы просто ехали, человек остановился Имя его опять забыл На машине говорила, написано Вы представляете, сколько он нам дал клубники Это вкусно, сладко Сейчас будем есть и кушать ее Это есть, наверное, в России Это примерно полторы тысячи рублей такая стоит Просто от души говорит Ребята, раз были здесь, вот кушайте на здоровье Я просто удивлен Вот оно, это, знаете, проявление грузинской щедрости, доброты получается Если приезд Вы такие грузины и красавчики Вообще, благодарны Будем мотивации идти и ехать сейчас И прям кушать клубнику пока свеженькая Хорошая Эх, красотень Настроение прям сразу же Плюс 100-500, блин Класс Друзья, вот мусорка Сейчас я объясню свой план действий И вообще, что это означает В общем, в чем суть Алена бутылки убирала там на поляне, да За чужими людьми мусор И нас вот, добрый человек Угостил, да, вот Целой кастрюли клубники Вот Кстати, не вранье, да? Так что суть в чем Если вы убираете мусор То вам потом хорошие люди попадают на пути И делают ваш день хорошим Так что вы вот делаете сами Делайте добро Что-то в природе хорошее И вам это возвращается Субтитры сделал DimaTorzok Мы все в соленом Перепаркивали машину Более-менее так в теньке А сейчас пойдем до стен Итак, здесь туристов возят везде, да А мы пойдем, наверное, туда, вниз До стен И пойдем по верхней части Чтобы все увидеть Значит, вам очень потихоньку Здесь такой небольшой рыночный ряд Может, там какие-то куклы купить Отсюда, вот, вроде, маленько видно, да И там чуть дальше Вот ресторан есть С красивым видом Хотя здесь Везде красивый вид Потому что мы очень высоко уже Вот здесь видно Соленья разные Домашнее вино, наверное, боржоми Здравствуйте! Здравствуйте! Домашнее вино холодное Здесь хотя бы будет Видно Те окрестности О! Поняли, да? Вон, красота какая Простирается здесь На грузинских просторах Красотень Видно, что здесь вот ресторан Воду несет Там люди кушают Останавливаются Это, знаете, такое место Достаточно туристическое А вон, мужчина Везет диван на крыше Друзья, смотрите Там вот написано Гусь Хаус Мария То есть где-то здесь Можно жить Снимать комнату небольшую Да, арендовать То есть вообще без проблем Ну и это дешевый вариант То есть тебя размещают В семье получается То есть ты ночуешь Среди этой семьи Выделяют тебе комнату Там можешь кровать Как добываешься, да, уже? Ух, хорошо, что у нас соленка Свой дом есть Об истории этого городка Мало что известно И никто не знает Чья замысловатая идея Его расположение Архитектуры и структуры Крутые и зрилистые улочки По всему городу Соединены между собой Что сильно сбивает с пути Узкие улочки, да Вот машины ездят Ну мы сюда хорошо Что не стали заезжать Потому что негде здесь парковаться Слева видно магазины небольшие А мы соленкой потом обливаемся А тут смотрите Барбон, да, такой нагляд Ее гадится даже не хочет И видно здесь вот эта тротуарная плитка Ну камень получается И она весь город в ней Вот люди же раньше трудились, сделали, да, на славу Вон, друзья, вот такой вот здесь у них рынок местный Какой, знаете, запах необычный Самое вкусное и очень хорошее А из чего она делается? А чего? Внутри грецкий орех, сушеный абрикос и сушеная слива Это малиновый сок, а это апельсиновый сок Там же внутри одинаковые Так же здесь продается масло, да, вот самодельное чача, коньяк, вина разные, сапирави, кинзмараули и мед домашний В общем, здесь все есть по максимуму Было бы побольше денег, а за все купили бы В Сигнахе туристу всегда будет интересно Здесь есть что купить, с кем поболтать и где прогуляться на славу Местоположение города отразилось на его архитектуре И чем-то напоминает маленькую Италию В Сигнахе еще называют городом любви Здесь город для людей, для туристов Ну, в целом, вы должны понимать, что и цены здесь тоже такие достаточно туристические То есть, наверное, в два раза дороже, чем где-то там где-либо, да? Ну, друзья, я сейчас смотрю на собор Георгия Победоносца Это православная церковь, но именно такая, значит, грузинская Отсюда, кстати, что видно, да? Там трава реально растет же, понимаете? Трава уже так, плитка более-менее разрушилась Вот это вот особенность, да? Этого климата То есть, такая сильная влажность, что на крыше растет трава Не удивлюсь, если там виноград начнет расти В городе мы решили найти место, где не только вкусно кормят, но и где глаза восхищаются видами Благо, в городе таких мест полно Например, вот это Друзья, какой аромат дров здесь стоит, да? Чувствуешь? Да, мы не смогли пройти мимо, там еще, я смотрю, вдали красивый вид Так что это, наверное, то место, где стоит попробовать грузинские блюда национальные Обязательно Кстати, видно, вон жгут эти дрова Там, скорее всего, шашлык жарят и другие, да, вкусности Такой, знаете, ресторан с самым лучшим видом, который здесь есть в этом городе, да? Я еще до конца не понял, то ли город, то ли поселок Так что заранее, извините, если неправильно говорю Да, видосик прям на 5 с плюсом В общем, друзья, нашли вот Аджи Диан Хачапури Стоит 20 лари, это примерно 600 рублей Это вот написано, сырные лодочки Это с яйцом, мы еще уточним Ой, я не знаю, бы просто взял бы воды бы, наверное, попить бы боржоми Хотя у нас есть, в принципе, большинство Нормально, не буду брать Алена себе еще возьмет, конечно же, и вино попробовать Бокал, красивый, красивый бокал вина Как говорится, если мой Дениска не может, как истинный грузин, за обедом выпить вина Так как он за рулем, это я сделаю за него Обязательно надо сюда, когда приезжаете, пообедать в ресторане с таким видом Просто отдохнуть в тенечке, да, то есть расслабиться И вот смотреть, как туристы вон там вот, не знаю, ходят, потеют Там жила вдвойне в стране А мы такие сидим, попиваем, отдыхаем, кушаем, да? Интересный факт о нас в Грузии За пару дней в этой стране мы выпили столько вина, сколько не пили за полтора года автопутешествий Да простит нас наша печень Ну что ж, друзья, момент, момент истины Алена начинает пробовать настоящее хачапури, да? Это грузинское блюдо Я, как истинный грузин, кушаю хачапури и запиваю это все вино Ну, запахи просто тут изумительные Просто сыр, да, лепешечка вкусная Сейчас все это с яйцом Ну, короче, хватит болтать, надо все это перемешивать Вот так вот, мы мешаем Мастер-класс от Алены, как пробовать по-аджарски, да, хачапури Все это надо перемешать, чтобы яйцо заготовилось прямо здесь, в этой лепешечке Так, мешаем, 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 мешаем Я уже чувствую, что это вкусно Ну-ка У меня снова роман, но уже с этой хачапури или этим хачапури Пишите, как правильно говорить О, очень вкусно Не, ну это правда вкусно? Это безумно вкусно, вот так вот еще можно отломить лепешечку, окунуть в эту яично-сырную смесь и наслаждаться гармонией вкуса Вот тут реально нужно говорить, пальчики оближешь Самое главное-то я забыла, что это нужно закрывать вином Вот это действительно вкусно, вот это действительно Грузия Терпкая винишка Аленка сегодня будет веселая А вот, друзья, принесли пельмехи с сыром, ни разу мы такие не пробовали Да, такая холодная сметанка, вкусная, кстати Сейчас попробуем Такую необычную сырту Ну, как варенье с сыром Если есть такие еще В целом вкусно, сметана дополняет правильно Один человек однажды сказал, грузинская кухня это поэма Недаром национальная кухня грузинского народа едва ли не главная достопримечательность страны Которая нам особенно понравилась Ну, в общем, друзья, мы практически все съели Пельмехи, ну, чуть-чуть оставили сыр А почему? Потому что Алена худеет Да, он потому что, ну, понимаете, надоело как бы с пивом как будто бы есть Потому что сыр он сам по себе соленый И очень-очень сильно кажется, что соли много С пивом самое то Ну, или с вином тоже Ну, Алена, видите, быстро закончилась На минералку перешла Стоимость аджарской хачапури была 20 лари Вино Аленкина 7 лари И вот эти вот пельмени 14 лари Переводите Сами все Или вот здесь появится цена в долларах Ох, наша машинка Давай открывай, Денис Здесь Вот умеем мы выбрать место для парковки возле мусорки И флажок сейчас повесим У нас такая, друзья, традиция В каждой стране мы покупаем флаг Той страны, где путешествуем И вот так практически на лобовое стекло прилепляем Такой, знаете, знак уважения той стране, по которой мы колесим Короче Открываем дверь У нас есть такой коврик Мы его в Узбекистане купили Уже прошло 8 месяцев Он нам службу верно прослужил И мы, короче, решили его выбросить И тут как раз вот мусорка И мы купили новый наш коврик Вот такой вот коврик мы здесь в Грузии купили И вот вместо того узбекского Потому что он уже старенький Вот так по стилю Посмотрите, какая красота Ай, как красиво Алянка любит, когда так все красиво Красота За эти несколько дней в Грузии мы поняли, что это действительно рай для путешественников И как прекрасно осознать, что твои путешествия по этой стране только начинаются Вот с Аленой забрались какие-то виноградники едем Трава такая высокая-высокая Главное ее потом убрать оттуда А то опять нарежет ее машина моя О, это даже не виноградники уже, а кукуруза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok